МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только смотрите в сегодняшнем выпуске. Поехали! Вечером 8 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о наезденной пешехода. Установлено, что 35-летний водитель Тойота Эхо, двигаясь по улице Народная, поселка Каахем, сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Также в больнице выяснилось, что пострадавший был пьян. В настоящее время, по данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. В целях сохранения жизни и здоровья самим пешеходам необходимо помнить, что они также являются полноправными участниками дорожного движения, которым следует соблюдать правила переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии по перекресткам, при этом оценивая скорость и расстояние до приближающегося автомобиля и дорожные условия в том числе. Также пешеходам не следует пренебрегать использованием средств пассивной безопасности, световозвращающими элементами. В обычной ситуации видимость на дороге в темное время суток не превышает от 30 до 50 метров. Использование же таких элементов позволяет увидеть пешехода при ближнем свете фар с расстояния 150 метров, а при дальнем от 300 до 400 метров. Помните, внимательность может спасти вашу жизнь. Следующая новость похожа на статус в социальных сетях. Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. Именно с такой мыслью 52-летний козлчанин, будучи под шофе, сел за руль своей автомашины. Отметим, что мужчина был лишен права управления за аналогичную ситуацию в 2018 году. Видимо, в первый раз наказание для него в виде лишения водительского удостоверения оказалось слишком легким. Теперь мужчине предстоит ответить в полной мере за свои поступки. В отношении горя водителя возбуждено уголовное дело. На дорогах республики зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек пострадал, погибших нет. Задержано 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ну а этот любитель пьяной езды стал причиной ДТП. В микрорайоне Южном, врезавшись в машину, попытался скрыться с места ДТП, заехав во двор. Помял еще одну припаркованную иномарку. При проверке оказалось, что мужчина был сильно пьян. Прибор показал 0,90 промилле. Водитель этой иномарки не хотел останавливаться. На требования сотрудников полиции не реагировал. При проверке все стало на свои места. Молодой человек был пьян, да и документов с собой не имел. Теперь ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, и мужчина в ближайшие полтора года больше не сядет за руль. В минувшие дни в дежурную часть поступило заявление 33-летнего таксиста. Он сообщил, что несколько часов назад он подвозил на своей Тойота Королла супругов, между которыми возникла ссора, переросшая в драку. Таксист остановил машину на улице Магистральной и вышел поговорить с мужчиной. После чего супруга последнего внезапно пересела за руль и уехала на данной автомашине в неизвестном направлении. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая в этот же день обнаружила вышеуказанную машину, брошенной на перекрестке улиц Рабочей и Пролетарской. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции быстро нашли автоугонщицу. Ею оказалась 32-летняя безработная жительница Кызыла. Выяснилось, что она уехала на автомашине заявителя к себе домой. При проведении допроса задержанная дала признательные показания. В настоящее время с участием подозреваемой проводятся следственные и процессуальные действия. И если ее вина будет доказана, ей грозит лишение свободы до двух лет. Быстрая езда захватывает дух на иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Подпольный алкобизнес, сброс наркотиков, нарушители ПДД и пьяные дебоширы. Все это и не только за один день выявили сотрудники полиции во время рейдовых мероприятий на левобережных дачных обществах. Всего в рамках проведенной операции приняли участие 140 сотрудников. Водитель, по вопросу, специальный детский удерживающий устройство имеется в машине у вас? Да, имеется. А какой, сказал? Да, какой, сказал. Дачное общество было поделено на зоны, в которых проводили работы группы, состоявшие из сотрудников различных подразделений. Так, за время проведения операции сотрудниками полиции проверено 20 семейных дебоширов, 9 несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете ПНД и 6 неблагополучных семей. Кроме того, сотрудниками полиции выявлено 10 фактов незаконной реализации алкогольной продукции, изъято более 350 литров спиртосодержащей жидкости. В ходе рейдовых мероприятий полицейские провели профилактические беседы со 150 жителями Левобережных дач. Таким образом, в целях профилактики и предупреждения преступлений на территории Левобережных дач в дежурную часть столичной полиции доставлено 42 лица за совершение административных правонарушений. В МКУ-центр доставлено 25 человек, изъят один колещережущий предмет. Судебными приставами выявлено 8 должников. Для стабилизации оперативной обстановки на территории Левобережного дачного общества города Кызыла вышеуказанные мероприятия будут продолжены. Кызыле активизировались карманники. Об этом сообщает в региональном МВД. В основном кражи происходят в общественном транспорте и в торговых точках. Злоумышленники залезают в карманы и сумки с такой ловкостью, что и не успеешь глазом моргнуть. Полицейские призывают не привлекать внимание преступников, демонстрируя дорогой сотовый телефон и кошелек с деньгами. При обнаружении пропажи первым делом нужно найти свидетелей преступления, а затем обратиться в полицию. Напоминаем гражданам о необходимости быть более бдительными и внимательными к личным вещам в местах массового скопления людей и общественном транспорте. Если вы заметили карманника, просьба обратиться в дежурную часть полиции. Также стоит помнить и о ложном доносе, предупреждает в Республиканском министерстве внутренних дел. Ежедневно в ведомство поступает заявление от жителей региона о краже сотовых телефонов и денег. Однако на деле оказывается совсем другая картина. Люди зачастую оставляют или забывают свои вещи и подают заявление о краже. Есть у нас статья, такая у главного кодекса, это 306-я у главного кодекса Российской Федерации о заведомо ложном доносе. У нас действительно и такие случаи бывают. В основном это сезонный период идет. В основном сейчас в преддверии нового года, в декабрь месяц, у нас уже участились особенно эти карманные кражи. Люди приезжают у нас из Стройнов, республики, гости приезжают. Ну и соответственно фактор риска вот именно в это время. За сутки у нас порядка двух-трех краж регистрируется в дежурной части управления МДРС по городу Козу. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова